26 февраля в рамках акции «Активное долголетие для детей войны и ветеранов совхоза имени Ленина» состоялось мероприятие, посвященное празднованию Масленицы, на котором выступили артисты художественной самодеятельности. Они рассказали о традиции празднования Масленицы. Масленица без блинов, как именины без пирогов. Масленица-объедуха, дикам приберуха. После долгой зимы все ждут, не дождутся солнышка, поэтому и блины круглые, и цветом желтые. Поэтому и водили на Руси хороводы, старались изобразить круг и круговые движения. Масленицу в народе праздновали семь дней. Мало кто знает, что в древности Масленицу праздновали целую неделю и каждый день отличался от предыдущего. Татьяна Ивановна Балашова, руководитель клуба «Золотая осень», рассказала о ходе мероприятия. Сегодня в Масленице лакомка. У нас очень много людей, которые умеют печь блины, радуются этому празднику. И мы решили сделать праздник для детей войны. Поэтому после веселья и после хороводов мы приступим к чайпитию и дегустации блинов. А блины испекли все наши дети войны, которые мы очень много лет, но они знают свои рецепты. У кого дрожжевые, у кого простые, у кого на молоке, у кого на кефире. Поэтому у нас разнообразный стол будет. Присутствующие с радостью поделились своими впечатлениями. Сегодня мы собрались, чтобы отметить Масленицу. Масленица, разгуляй. К нам пришли поздравить нас наши замечательные девочки. Лена Стрельникова. Надежда Соколова. Надежда Соколова. Поздравить нас широкой Масленицей. Мы здесь собрались все жители нашего совхоза Ленина. Мы всегда здесь, в этой комнате, собираемся, чтобы отпраздновать наши праздники. Удовольствие от встречи получили и артисты, которые выразили слова благодарности за теплую встречу. Сюда приходишь и вот подпитываешься позитивом. Хочется к вам приходить, хочется петь, хочется вас радовать. Мы обязательно с вами еще встретимся, будем еще с вами дружить, будем приходить. И здоровья вам, здоровья и еще раз здоровья. На долгие годы. Залогом активного долголетия являются позитивные эмоции, которые подарили выступающие, а также здоровая пища, приготовленная самими участниками. Каждый принес на дегустацию блины собственного приготовления. Изюминкой стола стала сладкая начинка из перетертых с сахаром ягод, выращенных на полях совхоза имени Ленина. Встреча Масленицы в клубе «Золотая осень» прошла на ура. А мы напоминаем, что 29 февраля в 12 часов на площади Центра культуры также пройдут гуляния, приуроченные празднованию Масленицы. Все желающие смогут посмотреть представления, поучаствовать в играх и конкурсах и, конечно же, угоститься сладкими блинами. Говорят, что я старуха, ничего подобного. Нет, на смотре я просто, и на все пригодная. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!